В военном музее состоялась встреча президента Андриса Берзинша с ветеранами Второй мировой войны, воевавшими по разные стороны фронта. Эта встреча, как пояснил президент, продолжает инициативу манифеста Доброй воли. Это будет шаг на встречу пониманию и примирению и в более широких слоях общества. Общее наше существование здесь и наше будущее. Это как раз основа этой встречи, чтобы смотреть в будущее и искать общие решения для нашего общего будущего. Мы обменялись мнением и договорились насчет того, что в следующий год, 8 мая, мы пойдем вместе в Братское кладбище. На президентский призыв откликнулись 6 организаций. Пришли порядка 40 ветеранов, в том числе представители антигитлеровской коалиции, ветераны 130-й латышской стрелковой дивизии и представители латышских легионеров. Все присутствующие на встрече организации высказались положительно по поводу инициативы главы государства и даже высказали желание пожать друг другу руки. Однако признали, что существует так много спорных и болезненных вопросов, по которым им так трудно найти компромисс. В частности, ветераны 130-й латышской стрелковой дивизии выразили обеспокоенность тем, что в Латвии они, освободители от фашистских захватчиков, представлены как побежденные, а не победители. А также высказали желание, чтобы им предоставили статус ветеранов антигитлеровской коалиции. В современном мире нет места прославления фашизма и коммунизма. В обществе должен преобладать здравый смысл, чтобы не допускать развития подобных идей. Об этом в интервью Микс ТВ сказал министр иностранных дел Эстонии Урма Спэт во время открытия морского музея Леннус Саддама в Таллине. Так он прокомментировал урок истории в Рижском детсаду Пуцвете, который провели молодые люди в форме легионеров в Афан-СС. Что касается принципов, то, конечно, это ясно, что такие идеологии, как фашизм, как коммунизм и так далее, конечно, эти не должны найти места в наших обществах и в нашем обществе. Это ведь ясно. Никаких таких экстремистических идеологий или экстремистических сил не должны иметь никакой роли, никакой возможности. Как уже сообщалось, 16 марта вооруженные мужчины, одетые в форму легионов в Афан-СС, провели урок патриотизма в Латышском детском саду Пуцвете. Директор Департамента по образованию, культуре и спорту Рижской думы Гунтес Хелменис, министр образования Латвии Роберт Киллис, резко осудили это мероприятие. Национальное объединение весу Латвии ТБ ДННЛ хочет добиться того, чтобы в паспорте снова можно было записывать национальную принадлежность обладателя. Эту идею, как заявил накануне премьер Валдес Домбровскис, могут поддержать и коалиционные силы. Между тем, политолог Юрис Розенвалдс в интервью нашей радиостанции отметил, что эта инициатива – очередная попытка нацблока сыграть на этнической карте. То, что это исходит, это национальное объединение, это в известной мере отражение того нагнетания такого этнического фактора, который сейчас в латвийской политике наблюдается. Но в принципе я бы не сказал, что это какое-то драматическое изменение, потому что действительно, я уже еще раз повторяю, что это происходит и сейчас. Для них это в гораздо большей степени, чем, скажем, для других партий, правящей коалиции. Это вопрос именно то, что партия от одного вопроса. То есть это партия, которая концентрируется только на этнических вопросах. Ну вот и в этом смысле совершенно естественно, что они, то есть этот вопрос нагнетает, как они могут. Национальное объединение именно, оно просто, так сказать, играет на этой карте, ну, чтобы подчеркнуть, что вот это различие между общинами, что вот как это важно и так далее и тому подобное. Но это, в общем-то, это их репертуар. Розенвалдс отметил, что опосредованно идею с записыванием национальности в паспорте можно увязать с поиском пятой колонны. Однако, по его словам, представители нацблока об этом в открытую не скажут. О том, хотят ли жители указывать национальность в документах, мы выясняли в вопросе Микс ТВ. Паспорт должен быть. Я латыш, там русский человек, там еврей, может быть, там немец. Желание каждого человека. Я русский, я этим горжусь. Я так думаю. Это зависит от каждого. Надо ему это или нет. Вы знаете, мне действительно все равно. Действительно. Я не думаю, что это что-нибудь значит, что это очень... Потому что народ-то один. Нужно. Почему? Я не знаю, как это будет необходимо. Я не знаю, как это будет ваидцīgs. Таутива не кое-то неназуме. Венеи, что это как-то слегка. Например, как Пилсоņкарш в Уганде, у людей были идентификации карты. У нас есть паспорт. У меня написано, что один из тучи, а другой из тачи. И поэтому они могли один из другого сист. Я бы очень рада, чтобы мы жили в мире и согласии. Мы же не мусульмане, что там на Кавказе делается. Мы же крестьяне все. Ну что нам делить? Раз так получилось, сколько мы друг другу будем об этом говорить? Надо забыть просто это. Вот и все. Правительство поддержало снижение налогов. С 1 июля этого года налог на добавленную стоимость будет понижен с 22 до 21%. Помимо этого, 1 января 2013 года также на 1% будет понижен подоходный налог с населения с 25 до 24%. Снижение налогов по замыслу Минфина уменьшит общую нагрузку на рабочую силу, риски бедности и структурной безработицы, а также ценевую экономику и уклонение от уплаты налогов. Между тем, многие эксперты говорят, что снижение это уже хорошо, но вряд ли его на своих кошельках почувствуют рядовые жители. Парламентская комиссия по социальным и трудовым делам одобрила предложение о более медленном повышении пенсионного возраста, добавляя с 2014 года по 3 месяца ежегодно. При таких темпах повышение пенсионного возраста 65 лет будет достигнут в 2025 году, а не в 2020 году, как планировалось ранее. Это предложение поддерживает и Министерство благосостояния. Как отметила глава ведомства Илза Винкела, более медленное повышение пенсионного возраста позволит людям лучше к нему подготовиться. Министр также поблагодарил оппозиционный центр согласия за конструктивный подход к вопросу о повышении пенсионного возраста. Министерство финансов повышает зарплаты своим сотрудникам, игнорируя собственные же установки в политике занятости в госсекторе. В результате в прошлом году фонд заработной платы Минфина, призывающего всех к жесткой экономии, вырос на 23%. Государственный контролер Ингуна Судрова шокирована безнравственностью чиновников центрального аппарата Минфина, который в среднем получает 1047 латов в месяц, тогда как в других учреждениях зарплата составляет менее 500 латов. Ревизия в Минфине также показала, что каждый четвертый работник министерства получает доплаты за сверхурочные, а 44% работников за качество работы. И зачастую доплаты превышают зарплату. Как вообще могут быть сверхурочные в госуправлении, вопрошает госконтролер Ингуна Судрова. Тогда выходит, что в 8 часов люди работают неэффективно. Депутаты Рижской думы сегодня утвердили решение о бесплатном проезде в общественном транспорте столицы с 1 сентября учащихся всех общеобразовательных школ. Ранее бесплатно в транспорте могли ездить только учащиеся с 1 по 4 класс, а школьникам с 5 по 12 класс и предоставлялась 60% скидка. Депутаты оппозиционной фракции «Единство» предложили ввести бесплатный проезд также для учащихся профтехучилищ, но остальные думцы его не поддержали. К учащимся училищ по-прежнему будет относиться 60% скидка на проезд. Почти половина, либо около 45% мужчин хотели бы, чтобы в Латвии была легализована проституция. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного порталом cruzstevs.com. Между тем криминолог Андрей Вилкс в интервью радиостанции «Болтком» указал, что проституция в стране уже давно легальна. А можно нет? Она легализована при определенных условиях. Помещения должны быть во владении тех лиц, которые оказывают сексуальные услуги. Если нарушается, значит, первый раз, тогда есть административное правонарушение. Сейчас имеется новое пополнение к уголовному закону. Это не будет угловно наказуемое деяние. Как я говорю, есть правила Кабинета Минист, которые определенные условия накладывают. Лица, который не имеет данный возраст или, скажем, не имеет медицинскую карту, могут быть в порядке наказаны. Не должны заниматься общественных местах. И когда эти условия выполняются, сколько угодно и как угодно можно заниматься этим. Тем временем, как выяснилось в ходе исследования, четверть опрошенных или 26% хотя бы раз в жизни пользовались услугами проституток, а 65% латвийских мужчин к услугам представительниц древнейшей профессии никогда не прибегали. Синий флаг в этом году будет развиваться на 10 общественных пляжах и двух яхтовых пристанях. Сообщила представитель фонда образования в области окружающей среды Илза Грунска. Синий флаг, являющийся в ЕС показателем качества окружающей среды, в этом году присвоен городскому пляжу Венспилса, пляжу на озере Стропу и пляжу Стропу Вилнис в Даугвпилсе, пляжу Вакарбули в Риге, пляжу кемпинга в Абрактемсе, пляжу у стадиона в Лепае, а из юрманских пляжей его получили Яункемери и Дзинтари. Среди яхтовых портов синие флаги присвоены Лепайскому яхтовому центру и пристани Марина в Павел-Осте. Сегодня в Латвии открывается купальный сезон, во время которого будут действовать 46 официальных пляжей. Качество воды на морских пляжах и внутренних водоемах инспекция будет проверять в течение всего купального сезона до 15 сентября. Следующие пробы воды будут взяты в начале июня.